Питерская школа дрессировки служебных собак имеет международный авторитет. Кинологи из Санкт-Петербурга вместе со своими питомцами прибыли в Латвию для проведения учебно-тренировочного семинара по следовой работе. Заклуб не мог остаться в стороне. Мы приехали на тренировку собак, которые учатся ходить по следу. Александр, расскажите, что мы сейчас на тренировке увидим? На тренировке вы увидите основной работ. Собаки разной степени подготовленности. Есть одна собака, которая совсем ничего не умеет. Для нее будет начальное упражнение, которое должно объяснить собаке, что вообще это такое. Есть собаки, которые готовятся достаточно давно. И для них мы будем делать следы, которые уже близки к реальным. И, собственно, по ним ходить. При этом я как инструктор буду поправлять в первую очередь вожатых. То есть учат не столько собаку, сколько вожатого. И вместе будем обсуждать результаты, какие-то применимые методы для обучения, обмениваться опытом. Работа по следу, она универсальна. То есть, поскольку задача найти какого-то конкретного человека по образцу его запаха, то основных применений два. Это поиск и спасение людей, которые потерялись, и у нас есть в порядке запаха. И для полиции это поиск преступников или подозреваемых, которые оставили какие-то следы, улики, которые можно использовать в качестве образца. Техника тренировки, техника тренировки собак одинаковая. Во время тренировки отрабатывался метод ментрейлинга. Это преследование и обнаружение человека собакой по его индивидуальному запаху в любой местности. Такие навыки в первую очередь необходимы, чтобы искать потерявшихся и потищенных детей и пожилых людей. Как правило, подобное несчастье происходит в городских условиях, там, где много посторонних запахов. Опытный Бигль Снори быстро взял след и, следуя запаху, обнаружил условно пропавшего человека. Наступил черед других участниц тренировки, начинающий поличейской овчарки Норрис и уже опытного сотрудника полиции Арчи. Тренировки по горячим следам показали, что методика питерских кинологов работает. Собаки успешно выполнили большинство упражнений. Основа будущего успеха – высокий уровень мотивации пса. Очень важно, чтобы работа была для собаки прежде всего веселой игрой. Вознаграждение значимым для нее. Главная ошибка новичков – излишний контроль собаки поводком и натаскивание на след. Лучше позволить ей пойти в неправильном направлении, дать ошибиться, а потом сделать коррекцию. Только так она научится самостоятельно принимать решения и будет опираться на собственные обонятельные возможности. При этом следует иметь в виду, что для подготовки надежной рабочей собаки потребуется не один год. Мы понаблюдали за дрессировкой собак – опытных, неопытных. Посмотрели, как они ищут людей. Мне кажется, что все даже неопытные собаки нашли людей. А какие условия для вот этих дрессировок собак нужны? Необходимо минимальное оборудование – это поводок, шлейка. И еще очень важно понять, что именно для собакой может являться самым лучшим поощрением. Некоторым собакам нравится еда, им не нравится игрушка и наоборот. Есть собаки, которые за мячик согласны душу продать дьяволу, а с едой не показывают никакого интереса. Есть такие собаки, для которых изначально похвала хозяина – это самое лучшее поощрение. Такие собаки точно так же и на следу себя могут вести, но это очень редкий случай. Обычно все-таки подкрепляется чем-то материальным, что собака может ощутить нормально. Удачи в вашем деле, Мария. И я надеюсь, что в Латвийской Республике найдутся средства для поддержания кинологических школ, которые обучают собак для поисковых работ.